Какая-то возникла проблема с календарем, в последний момент все исчезло, поэтому пришлось так временно скинуть ссылку. Главное, что все сориентировались. В ближайшее время мы это пофиксим, починим. Продолжим. Сегодня мы должны рассмотреть с вами на следующем занятии, втором занятии по нативным постпроцессорам на базе программы ShopCam, гибридной катком-системы, возможность редактирования либо написания постпроцессора нуля на базе в системе Visual Basic. Итак, что мы имеем? Сейчас попробуем вспомнить, где мы остановились. Примерно выбираем тот постпроцессор, которым мы работаем. Вот он. Тут уже делали ему некоторые изменения. И сделаем построение. Так, наверное, давайте тоже сделаем его по координатам для того, чтобы посмотреть, где находятся наши перемещения. Потому что сегодня будет более сложное занятие, да, то есть такое самое основное, где мы рассмотрим методы компенсации, интерполяции, сверлений. Поэтому выполним эти процедуры. Сначала составим CAM. Итак, выберем у нас инструмент, который будет называться T03. Давайте T10, 5-миллиметровая фреза. Она обработает эту геометрию по контуру. Это будет профильная обработка. Я укажу данные. 20, 10, 0, минус 5, 10, давайте 15, 5200, 300. Главное, чтобы оно было разное. Нажимаем плюс. Пусть будет обработка по центру. И еще одну операцию я сделаю для того, чтобы просверлить что-то. Например, сделаю несколько отверстий. Посмотрим только. В Tool Manager у нас есть 7-миллиметровое сверло. Окей. Поэтому я сделаю построение с диаметром 7 миллиметров в координатах. Значит, в координатах пусть будет x25, y25 и в x75, y25 по центру 50, 25. Вот такая обработка. Machine. И тоже сделаем дриллинг, сверление. Итак, сверление 20, 10, 0, минус 4. Чтобы было изменение. Выход. Давайте поставим Warpoint специально. И можно одинаковое. Выбираем, нажимаем плюс. И готово. Итак, управляющая программа у нас вот появилась. И сразу переходим в постпроцессор. Machine Developer. Давайте вспомним. У нас есть специальный навигатор, который мы используем. Переходим по процедурам. Мы рассмотрели общие настройки. Начало файла, старт файла. Программный старт, в котором мы указываем строку безопасности. Разные смены инструмента. Сюда же входит и проверка кода M01 при выводе инструмента. Здесь она указывается после вывода инструмента, потому что работает при выводе инструмента. После него код вот этой проверки M01. Также помните, да, то есть мы создали вот такую переменную новую, определили ее, записали в нее значение, разделили ее на две. То есть сделали две переменные. И проверяем, больше ли шести номер инструмента. В принципе, давайте поставим больше. Если больше одного, то пусть уже все инструменты указываются. Либо, чтобы это нам не мешало, давайте это удалим пока. Хотя нет, может кто-то задаст какой-то вопрос, чтобы я не переписывал. Неважно, пусть стоит. Это все-таки комментарий. Идем дальше. Итак, cancel tool change. После того, как происходит смена инструмента, после смены инструмента у нас идет изменение на следующий, где указываются определенные данные. Во-первых, как найти блок, в котором выводится эта информация. Например, M46. Сделаем вот такое добавление и увидим, выводится ли оно. Оно не выводится, значит оно не используется. Получается, что эта конфигурация не используется. Здесь указано, что если смена инструмента G28, вывести все это, вероятно, что используется другая смена инструмента, например, G30. Так как у нас всего один инструмент, второй использует сверление, то вероятно, что этот блок просто постпроцессором не читается. И мы продолжаем дальше. А дальше у нас есть самый главный и основной блок, который работает всегда. И связан он с первым перемещением после смены инструмента. Это аналог, в принципе, альфа-камовского, арт-камовского, солид-камовского и HSM Works и других постпроцессоров, в которых есть точно такой же раздел, либо блок, в котором мы должны указать самую главную информацию. Это где находится, куда необходимо перемещаться, передвигаться в случае начала операции, да, то есть когда операция начинается. И когда операция начинается, у нас идет с вами, смотрите, создание N-кода, потом идет G43. Давайте посмотрим, где он используется, используется ли он. Вот он, G43. Действительно, он начинается после M01. То есть вот поменялся инструмент, потом пошел код M01, потом пошел подход к инструментам, к первой позиции. У нас есть с вами перемещение в первую позицию. Здесь мы делаем немного наоборот, но я уже не буду изменять. То есть сначала выполняется как бы внутренняя операция, потом внешняя у нас стоит сначала перемещение. Представим, что это не насквозь режется, да, просто какой-то паз тогда не имеет значения. Мы же не рисуем заготовку, нам сейчас главное разобрать постпроцессор. Поэтому мы перемещаемся вот в эту точку, координаты 0,0. Поэтому нам нужно найти, где они. Координаты этой точки. Координаты этой точки. Значение 0,0 у нас вот здесь. x, y. Вы видите, что в постпроцессоре не указано 0,0. Ведь мы же можем в CAM-системе изменить эту координату, то есть переместив его в другое место. Получается, каким это нам постпроцессор будет работать, если нам нужно будет постоянно переделывать координату. Координату берется автоматически с помощью специальных параметров, либо внутренних переменок. В данном случае называется она ePositionX. Но так как у нее специальный формат ввода, то она вводится с помощью вот этой функции. Точка toString преобразовывается в текст, в контент и выводится в специальном формате. Вот он, формат, cultureInfo. И дальше идет еще вот такая информация, называется статус модальности. Давайте разберем полностью, что, зачем выводится. Сначала выводится код N. Он выводится в кадре номер 35. Вот он, выводится вместе с 35. Дальше после кода N всегда стоит пробел, то есть формат данных уже включает, формат либо синтаксис этого кода уже включает пробел. Дальше идет G43 и пробел, как один символ. Мы можем проверить, что это контент. Добавить еще один символ, применить и увидеть двойные два символа перед H10, перед номером корректора. Убираем его. Дальше у нас идет при необходимости перемещения в Z. В Z, где указывается фактически S-Point. Мы можем указать его, если это нужно. Нажимаем применить и он указывает нам Z20. То есть такое возможно. Обычно так и происходит, поэтому я могу оставить. Давайте рассмотрим это действие. Здесь идет вывод Dimensioned Word, то есть специального слова, которое имеет значение оси, то есть которое работает с осями. Dimensioned Word это X, Y, Z, A, B, C, I, J, K, U, V, W. То есть все, что может быть осями, либо дополнительными осями вращения, то есть не обязательно линейными, либо имеет значение для круговой интерполяции в виде координат. Они называются также Dimensioned Word. Эти значения, получается, этот вывод происходит следующим методом. Сначала выводится буква, идентификатор оси. Сама конкатенация фактически не происходит с помощью вот этого символа. Она используется только для того, чтобы выводить текст с переменной, либо переменную с переменной в контексте new string, то есть новой строки, то есть как текстовую информацию. Здесь же специальный формат вывода, который подразумевает открытие скобки, указание, по какой оси необходимо взять координату, либо какую ось нужно указать. Дальше через запятую. Какую координату нужно вывести, в каком формате ее нужно вывести. Формат координаты зависит от толеранса станка и указывается предварительно. Предположим, мне нужно выводить в таком формате, как z20, либо z20 точка, либо z20 точка и одна цифра после запятой, либо z20 точка и две цифры, либо три цифры после запятой. Либо z плюс 20.0, z плюс 20.00, z плюс 20.00, z плюс 20.00, z плюс 20 точка, либо z плюс 20. То есть существует вот такой формат вывода, если это в дюймах, то еще прибавляем z плюс 20.000 и z20.000, то есть четыре цифры после запятой. В конце выходит вот такое еще специальное пояснение, ну для нас это пояснение, на самом деле такой статус, вот он, который имеет специальный тип данных как model, то есть модальная информация, и он имеет два значения. Фактически работает он как model точка и указываем его значение булевое, то есть model точка, может быть on, либо off. То есть вот такое у него может быть свойство. Если он будет model off, это значит, что последующее, последующее z для вывода размерности, то есть значение этих осей не будет выведено после z, так как, либо вообще не будет выведено z, так как этот код является модальной. Это значит, что если мы будем перемещаться в одних и тех же координатах, не меняя ось перемещения, либо не меняя текущую координату, то тогда мы можем не выводить эти значения. У нас в данном случае модальности отключены, где-то включены, где-то отключены. Сейчас вы видите model off и z20 здесь выводится. Он выводится в любом случае, потому что он не был указан вверху, то есть выше, поэтому он в любом случае выводится по умолчанию. Если же мы включим модальность, я нажимаю применить, то также ничего не изменится, потому что в блоке процедуры first position dot total change больше z не используется фактически, поэтому он и так не выводится, то есть он не используется. Поэтому в данном контексте model on model off не имеет значения, но будет иметь значение дальше в других блоках, основных блоках. Основные блоки, либо разделы постпроцессора это какие? Это repeat positioning, то есть ускоренное перемещение, это linear interpolation, линейная интерполяция, а также методы интерполяции круговые. Круговая интерполяция по часовой, про часовой стрелки, ну и постоянные циклы. Это основные, в принципе, разделы постпроцессора, и это вообще основные, это 95% текста, которые есть в программе. Ведь станок же что делает? Он перемещается в воздухе, например, над заготовкой, погружается в нее на какой-то высоте, ну и все, он находится внутри, он начинает обрабатывать. Соответственно, сам переход, перемещение и разные препроцедуры, в которых система, в которых в управляющей программе указывается, что он опускается вниз, врезается, включает эмульсию и так далее. Это составляет, ну, может, там, 1-2% от программы, и это произошло там за 10 секунд, а остальные 2 часа система может производить обработку вообще не выходя из материала. И эта обработка будет в основном какая-то, то есть линейная интерполяция, круговая интерполяция и ускоренное перемещение. И то, ускоренное перемещение, это буквально 1-2%, опять же, из, потому что и в зависимости от стратегии обработки может быть такое, что действительно инструмент много будет подниматься, опускаться, подниматься, опускаться, но это не совсем является правильным. Поэтому в основном инструмент будет перемещаться линейно, и тогда действительно будет играть роль модальности, потому что не нужно будет писать много информации, много информации. Модальность бывает, модальность кодов и модальность значений, значений координат, а также модальность других модальных кодов. Каких? Это M кодов, S кодов, нет, M это я перепутал, S кодов, T кодов, F кодов и других. То есть что такое включенная модальность, не включенная модальность в постпроцессоре? Это необходимость указывать значения будущих F кодов, если они не меняются, либо когда нет необходимости их указывать. Например, у нас есть значение F200, это та подача, с которой инструмент будет опускаться вниз до 5 мм, то есть подгружаться в заготовку, врезаться вниз. А подача 300 – это та подача, с которой инструмент будет продолжать обработку, и эта подача будет скоростью уже резания, а не врезания. А какая подача будет в кадре 65? 300. То есть можно ли сказать, что свойство модальности кода F, он включен? Можно, правильно? Потому что F мы не… Последняя, которая была активная. Верно. Но это вы ответили, будет ли… какая F будет, я понял. Я с точки зрения постпроцессора теперь, да? Это значит, что… почему он не указывает это? Потому что мы, как программисты, запрограммировали, то есть передали свойства в постпроцессоре модальности для F-кода в блоке линейной интерполяции ModelOn либо ModelOff. ModelOn. То есть мы ее включили. Если было бы F, то надо было бы на каждой строке писать 300, следующая координата 300. Правильно, правильно. Давайте это просимулируем. Чуть-чуть вперед пройдем, просимулируем. Значит, это раздел… Вот, например, вот здесь нужно было бы написать 300, здесь 300, здесь 300. Это раздел постпроцессора. Как должен называться? Может быть, линейная интерполяция? Это линейная интерполяция. Вот она, linear interpolation. В разделе линейной интерполяции мы говорим о подаче. Включено ли сейчас свойство подачи в процедуре линейной интерполяции для значения F? Да, последняя строчка. Последняя строчка. Вот она. Давайте ее выключим. Свойство выключим ModelOff и компилируем. Произошло то, о чем вы сказали, правильно? F300, 300, 300. Мой вопрос тогда, а зачем это нужно, если станок и так работает без F300? Лишняя информация. Это лишняя информация, да? Но зачем в постпроцессоре это было писать? Почему это не сделать внутренней какой-то информацией в ядре? А потому что не все станки работают так. То есть некоторые станки, они не работают со значением F, например. Либо F они работают, а вот, например, значение модальности кода самого, оно не поддерживается. А вот, например, значение модальности кода в линейной интерполяции, оно включено либо выключено? Выключено. Выключено. Оно выключено, да? А то же, а зачем, почему оно выключено? Зачем оно выключено? Давайте его включим. Поэтому мы включаем свойство модальности кода G1 для линейной интерполяции. И во всех линейных интерполяциях код G1 не будет писаться. А теперь давайте сделаем такой небольшой тестик, небольшой, ну, в уме, да? Откройте, откройте, пожалуйста, ваши чаты. Можно там выбрать лично мне. И подумайте, и напишите там. Только в одну строчку, пожалуйста. Можно без запятой, просто в одну строчку. А потом отправьте, чтобы все это было читабельно. Если мы включаем свойство модальности кода G1 для блока линейной интерполяции, процедура линейной интерполяции, то в каких номерах кадров управляющей программы пропадет код G1? Попробуйте перечислить все эти номера кадров. Я думаю, это не займет больше, чем полминуты. А я подожду. Еще раз повторю, может, кто-то отвлекался. Сделаю небольшую самопроверку. Я активировал свойства модальности для NUM, для вот этого кода G1. New word нового слова G1. Активировали свойства модальности в процедуре линейной интерполяции. И теперь вопрос. А в каких строках управляющей программы, имеется в виду N10, N20, N30, то есть каких секвенс номер пропадет код G1, так как он уже будет модальным.